В эфире телекомпании Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и от Татьяны Захарян. Здравствуйте! Сегодня в выпуске вы увидите Преображенский парк стал пристанищем для бомжей Благодаря совместным усилиям медиков областной клинической больницы и чиновников удалось спасти жизнь юной жительницы Саврани Вкладывать деньги в туристическую отрасль реально и выгодно. Министерство агрополитики предлагает конкретные проекты Персональная выставка заслуженного мастера народного искусства Украины Зои Пасечной «Мозаика творчества» открылась в Центре украинской культуры Ну а теперь об этих и других событиях подробнее. Уже который год идут упорные слухи о грядущей реконструкции парка Преображенский Во всяком случае, мэрия несколько лет подряд выделяет круглые суммы и на составление проектной документации будущего мемориала на территории Преображенского и на проведение там ремонтных работ Впрочем, общую ситуацию это не спасает и парк продолжает оставаться, пожалуй, одним из самых грязных и заброшенных среди всех других зеленых зон Одессы Кроме того, прямо у входа в парк стоит заброшенное здание, превращенное в ночлежку для людей без постоянного места жительства Парк с гордым названием Преображенский уже давно преобразился в нечто совершенно уродливое и заброшенное Во всяком случае, первое, что встречают посетители парка со стороны улицы Мечникова – огромные ямы и выбоины, а еще припаркованное авто, явно стоящее здесь нелегально То, что это на самом деле парк, то есть место культурного отдыха граждан, можно узнать разве что из таблички, висячей на столбе прямо над всем этим безобразием Впрочем, никаким отдыхом, ни тем более культурой здесь и не пахнет, скорее наоборот С другой стороны, а чем здесь еще может пахнуть, если прямо у входа в парк стоит недостроенное двухэтажное здание, превращенное стараниями дирекции парка городских властей И не без участия маргиналов, в настоящую мусорную свалку, а заодно и от хуже места, во всяком случае, если судить по открывающейся взгляду дивной картине Убирать надо А чего же никто не убирает? Да я не знаю, чей это дом, я не знаю Ну власть-то должна следить? Должна, но не следит Вот и все Чем ты занимаешься? Да, вот здесь, конечно, бомжи, бандиты прячутся от этого дома Тут бардак, короче, полнейший бардак, надо убрать Конечно, нужно только, ну не только одним, тут у нас много всего В парке, да? Да, конечно Это, он стоит без присмотра давно, очень давно, кто-то его бросил, видите, уже крышу сняли Ну понятно Уже крышу сняли, уже стекла поснимали Однако мусор и грязь это еще не все, с недавних пор здесь обитают еще и бомжи С одним из них, вернее, с одной из них мы познакомились Женщина представилась Валентиной, говорит, живет здесь последние 2-3 недели, а вообще бомжует уже 16 лет Ну а что делать? А что делать? Куда идти? А никто не погоняет вас? Никто пока, слава Богу, не трогает Вы скажете, а что здесь особенного? Район привоза вообще один сплошной бомжатник И это так, да только в отличие от околопривозных улиц и дворов С развалинами и заброшенными подвалами здесь вообще-то гуляют дети, мамочки с колясками Мимо полуразрушенного недостроя ежедневные и даже ежевечерние проходят дети Потому что эта тропинка – самая удобная дорога в школу Кто там живет? Расскажите, что здесь вообще происходит? Там живут вообще бомжи, они там как бы обитают, я не знаю точно Стремно, наверное Да, да Вчера там подрались очень сильно И костры разжигают Да, полиция вчера приезжала и их забрали Вы ходите мимо там, да? Ну бывает, мы еще гуляем там на стадионе и всегда ходим мимо них Они костры там палят, чуть ли пожар не смотрели, все здание там И хоть сами дети уверяют, что им нисколечки от такого соседства не страшно Положа руку на сердце Какой родитель в здравом уме и твердой памяти хотел бы, чтобы его ребенок подвергался такой опасности? Здесь опасно, конечно Здесь вообще большой парк и в беспорядке Еще рядом дети гуляют, студенты Детская площадка здесь есть Давно пора, конечно Каждый год одна и та же картина Это ужас, конечно С детьми, конечно, гулять Только днем можно, вечером здесь Я думаю, что даже и молодежь тут не гуляет вечером Потому что такое... Вот эта тропинка, она как раз идет мимо Ну, тем более, вообще надо нашим властям больше думать о детях Чтобы такое было безобразие, просто обидно Обидно за нашу страну и за нас, за самих Спасибо Куда деваются наши средства, неизвестно Когда же, наконец, парк Преображенский? Преобразится в что-то более похожее на парк, не говоря уж об обещанном мэрии-мемориале Пока, кроме громких заявлений и обещаний чиновников, дело не пошло Срезанные со столбов фонари, сломанные скаменьки, валяющийся мусор, ночлежка для бездомных и оживленная трасса Прямо на парковой аллее, украшенной табличкой Въезд автотранспорту воспрещен С наступлением плюсовой температуры наш город ожидает открытие очередного сезона ремонтных работ на дорогах Впрочем, о качестве этого ремонта говорить не приходится На некоторых улицах, как раз на месте положенных относительно недавно латок, красуются старые ямы Например, такой ремонт можно увидеть на многих улицах города Наша съемочная группа побывала на одной из них Вопрос, как пройти в библиотеку, в последнее время особенно остро стоит в переулке Книжном Ибо ни пройти, ни проехать здесь практически невозможно С недавних пор Книжный переулок знаменит не только красивым зданием библиотеки имени Франко Но и замечательными ямами Кроме глубины и ширины, замечательных еще и тем, что возникают они с редким постоянством на одном и том же месте Причем почти сразу после наложения на них асфальтных латок То ли ямы здесь какие-то очень качественные, то ли проводимый дорожниками ремонт хуже некуда А может и все вместе, ибо одно другого не исключает Результат поездок по такой отремонтированной дороге – ремонт автомобиля Что вы скажете, как водитель за эту дорогу? Уже сил нету бороться с этими Если бы его колеса делать И тянет он руль в правую сторону А это все надо платить И конца нету Вот потому в переулке, носящем литературное название, звучат совсем не литературные выражения Как нельзя лучше характеризующие состояние дорожного покрытия Куда дорогу отремонтируют, что вы думаете? О, это... Я, наверное, не доживу Тут же делали относительно недавно латочный ремонт, видно еще куски асфальта такие, ну... И опять все куда-то ушло? Вот так оно делается Что вы скажете, вот за эту дорогу прекрасно? А что я могу сказать? Как обычно, ничего нового Яма на яме, да? А почему не ремонтируют? Я смотрю, вроде пытались сделать латочный ремонт Я не знаю, это туда надо, там Товарищу Труханову или Ковум там, не знаю Кто там дорогами заедет, знаете Уже за это все вот так Спасибо Ну, понятно, что сам Геннадий Леонидович по книжному переулку не ездит И тем более не ходит В отличие от тысяч горожан, ожидающих здесь маршрутку Или сотен местных жителей Живущих в стареньких домах с подпорками, чтобы стены не падали Ничего хорошего Что это такое? Ну, бардак, конечно А почему не делают? Почему не делают? Или делают, но так делают, что опять? Они вообще ничего не делают Особенно вот Такие квартальные проезды Они не делаются нигде Это даже не проезд, это же целый переулок Это не просто, по ней машины ездят, вон, автобусы Ну, конечно, конечно А здесь остановка вот Почему власть начинают делать? Некогда им Ну, почему, я знаю почему У них всех денег нет, все они бедные В результате небольшой и даже местами уютный переулок имеет самый что не из-за трапезный вид Если вы думаете, что здесь ямы только на дороге, вы ошибаетесь Из ям состоит и как бы пешеходная часть улицы Ее, кстати, тоже вроде ремонтировали Но тоже каким-то странным способом Ширина положенного асфальта не более полуметра Причем он почему-то скошен на бок Такое ощущение, что он просто стек на проезжую часть Поэтому это уже не тротуар, но еще и не дорога Впрочем, и этот асфальт быстро заканчивается Начинаются ямы Разумеется, на них никто, кроме самих пешеходов Не обращает внимания Ломайте ноги на здоровье А еще переулочный поворот украшает туалетная будка Казалось бы, благое дело Есть куда сходить по нужде водителя маршрута К диспетчеру Однако туалет, судя по всему, давно заполнен под завязку Стоит закрытым Из-под него сочится непонятная жижа Аккуратное управление архитектурно-памятного здания библиотеки Наследие мы разли Какое наследие оставит нынешний городской голова Кажется, и так понятно Уже более месяца жильцы дома номер 30 На улице Гимназической Не могут получить помощь от представителей коммунальных аварийных служб Несмотря на обращение Последнее на проблему забившейся Канализации не реагируют А точнее, просто перекладывают ответственность друг на друга Более подробно в следующем сюжете Канализационные стоки в подвале местной мужчины наладили самостоятельно Вместо простого желоба Проложили качественную трубу Прикрыли ее кирпичами В общем, сделали все просто замечательно Думали, все, теперь проблем с канализацией не будет еще лет 10 Но потом начали замечать, что стоки работают из рук вон плохо Попробовали искать самостоятельно Обнаружили, что стоки забиты Скорее всего, труба из дома, которая выходит коммуникациям на улицу по Телемоновскую Просто завалена Обратились за помощью Коммунальщики пытались чистить Но без толку Необходима была работа посерьезнее Когда он обнаружил то, что происходит у нас в люке И увидел вот это вот наполнение воды Он заявил, что ваш дом не стоит на балансе обслуживания горканализации Вот, вот соседний через 5 метров в Телемоновской 44 обслуживается А ваш дом не обслуживается И сказал, что вам все позвонят и объяснят От службы городской канализации потом пришло письмо Отсутствует канализационный люк Ну так вот просто не смогли его на месте обнаружить сотрудники профильных служб Бывает Да и вообще написали потом людям Отстаньте от нас, ваш дом нашей организации не обслуживается Люк потом показали Но и это ничего не изменило Люди сходили в местный ЖКС Пообщались с начальством Прояснить ситуацию Оказалось, что горканализация лживо врет Дело в том, что наш дом стоит на обслуживании горканализации Я так понимаю, что просто наши товарищи, которые руководители, которые сюда приезжали на место Увидев, что объем работы намного больше, чем это затрачивается просто прочисткой проволоки Решили нас отфутболить Всю канализацию поддерживаем за свой счет Ни в ЖК не обращаемся Никуда Все, как говорится, делаем за свой счет И своими силами И своими силами, да А за линией дома мы не имеем права ничего делать Так бы уже давно бы скинулись Давно бы все сделали Но мы не имеем права это делать Между прочим, в доме 20 квартир Соответственно, из жильцов несколько десятков И люди уже находятся на грани Буквально остается еще считанные дни И наш дом будет вынужден перекрыть воду Так как мы не сможем пользоваться водоотведением Дело в том, что в люках и в подвале уже стоит вода с фекалиями Размышляя на тему, что можно сделать в сложившейся ситуации Люди постепенно пришли к выводу Если чиновничий футбол и игнорирование будут продолжаться Придется обращаться к людям в погонах Анатолий Косин, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг» Врачи Одесской областной клинической больницы Провели сложную операцию Совсем юной жительницы Савранского района Алене Курочки У девочки диагностировали врожденный порог сердца И если бы не подключились хорошие люди Даже не хочется предполагать Чем бы все закончилось О том, как спасали Алену Подробнее в нашем сюжете Мама юной Алены Курочки Виктория не на шутку испугалась Когда после простуды девочка начала стремительно терять вес Месси потеряла аппетит Стала апатичной, сонливой, уставшей После обследования был поставлен диагноз Врожденный порог сердца Мама девочки, услышав о необходимой для лечения сумме Сразу поняла Таких денег ей не собрать Обратилась к главе Савранской райадминистрации Виталию Свичинскому Он нам позвонил, сказал, что через неделю, 21 числа Вы уже едете, все на операцию Мы были, конечно, рады Но с одной стороны, мысли были, как это так, все бесплатно И особо у нас денег не было Но приехали Вчера буквально вечером ребенка прооперировали Слава Богу То есть ребенок уже как бы ожил Виталий Свичинский подключил свои ресурсы Областной совет выделил 5000 гривен в качестве материальной помощи Савранский поселковый совет также выделил 15 тысяч гривен Но это было все-таки не главное Созвонился заместителем главного врача Областной больницы Николай Рашидовичем Боязитовым Мы с ним переговорили Подумали, каким образом можно это сделать И он вспомнил, что есть действительно государственная программа И что действительно по этой государственной программе Можно помочь этой семье сделать операцию Конечно, ему огромнейшая благодарность Потому что от начала и до конца он сопровождал эту семью Помощь государства заключалась в том Чтобы обеспечить выполнение этой операции Очень высокотехнологичным специальным оборудованием Которые очень дорогостоящие Это десятки тысяч гривен С помощью которых выполнялась эта операция Таких ангиографов 7 всего на Украине Два из них в нашей больнице Выпускается специальная спираль Закрывается этот проток Видно, что мы находимся там, где нужно И отсоединяя систему доставки Мы оставляем эту спираль в этом протоке И таким образом закрывается патологический сброс И закрывается, устраняется порог Было два способа вылечить Алену Или хирургическое вмешательство С рассечением тканей Или современная операция Через тоненький прокол Через сосуды устранить порог Первый вариант предлагали в Киеве Через полгода Но столько времени у пациентки просто не было Второй вариант сделали все-таки в Одессе Операция прошла 21 марта И сейчас девочка уже поправляется Я бы хотела, конечно, поблагодарить Свичинского, Виталия Сергеевича За то, что он нам помог в такой ситуации Но хотела бы администрацию больницы Поблагодарить за то, что они тоже нам посодействовали За то, что они откликнулись и помогли нам Ну и, конечно, группе докторов Врачей, которые, кардиохирурги Которые делают нам эту операцию Большое, огромное спасибо И я рада, что есть такие люди Что они помогают И что в такой момент сложные, безденежные люди Идут навстречу Операцию девочки проводили в Одессе Совместной командой врачей Областной клинической больницы И столичного центра Амосова Благодаря умелым действиям врачей И современному оборудованию К которым располагает больница На все про все ушло 20 минут К сожалению, не всем мы можем В полной мере помогать Потому что оборудование дорогостоящее Его нет в большом количестве Это, скажем так, даже Больше единичная помощь Было бы в идеале, конечно, иметь Две операционных То есть еще один ангиограф Который требуется для выполнения Всех кардиальных задач Отрадно, что на сегодняшний день Продолжается финансирование этих программ Я теперь понимаю, насколько важны данные программы Для государства и для помощи нашим людям И насколько бы хотелось, чтобы в дальнейшем Такие программы только расширялись Вот так, благодаря взаимодействию и помощи неравнодушных людей Маленькая Лена будет радовать своих близких И чего уж там настоящих спасителей Анатолий Косин, Сергей Коняхин Телекомпания «Круг» Одесская область имеет все возможности Для развития туристического и курортного бизнеса Пути привлечения капитала в эту отрасль Предлагает Министерство агропромышленной политики и продовольствия Проект, разработанный специалистами ведомства Представили на встрече с руководителями районов области Из 26 районов Одесской области 8 могут рассчитывать на серьезные инвестиции В туристическую и санаторно-курортную отрасль Если в развитых странах мира Эти направления бизнеса дают до 10% валового продукта У нас показатели значительно меньше В прошлом году, в 2015 год Одессу и Одесскую область посетило 2 миллиона туристов Это хороший показатель Но этого мало Для того, чтобы мы смогли все-таки пополнить еще бюджет За счет привлечения инвестиционных проектов Сегодня активный период работы туристических объектов и санаториев Не превышает двух летних месяцев Надо увеличить его хотя бы до полугода По мнению представителей Министерства агропромышленной политики и продовольствия Привлечению отечественных и зарубежных инвестиций Мешают два препятствия Прежде всего, это собственность на землю в прибрежных районах Свободной территории для курортного освоения осталось немного Большинство участков застроено или используется в сельскохозяйственном производстве А выйти немножко на свободные поля Пообщаться с людьми, которые у этих собственников находятся Предложить им альтернативу Я вас уверяю Когда люди, занимающиеся сельхозтоваропроизводством Там сеют пшеницу по пшенице И имеют в среднем с одного гектара Этих своих угодий 12-18 тысяч гривен В среднем То представьте Отдачу от этого гектара Если он будет находиться в рекреационной территории Будет для него парк Места размещения Аквапарк, грязелечебница Что-нибудь еще Вы понимаете, что это совсем другой разговор Образование крупных туристических и курортных ареалов Даст возможность комплексного использования различных объектов Эта идея появилась давно Но, несмотря на очевидные преимущества, не осуществлялась Министерство агрополитики предлагает Объединить в одном туре познавательное и оздоровительное направление Гости смогут жить возле моря или на речной базе Принимать процедуры в грязелечебницах на лиманах Посещать исторические места Комплексная система туристического и курортного обслуживания Позволит создать и множество рабочих мест Практика показывает Что только в комплексе Освоенная рекреационная территория Дает очень хороший эффект Районный центр, город областного подчинения В этой территории будущего курорта Если будет задействован То только все его выиграют Подобные проекты реализованы в Крыму и Херсонской области Началась работа у наших николаевских соседей в Коблево Задача председателей районных советов и городских голов Договориться с землевладельцами Александр Иваноградов, Евгений Войтенко, телекомпания КРУ Душа народа в его художественных традициях Сформированное на протяжении столетий наследие прошлого Стал отправной точкой творчества художников наших дней Персональная выставка заслуженного мастера народного искусства Украины Зои Пасечной Мозаика творчества Открылась в центре украинской культуры Традиционное национальное искусство Как никакое другое направление художественного творчества Сохраняет уникальность духовного мира народа Оно вобрало в себя опыт и мироощущения разных эпох и поколений Заложенные предками основы позволяют мастеру идти своим путем Оставаясь верным традициям Зои Пасечной Близок стиль Петриковской народной росписи В основе всего лежит Лежит, я вам скажу Рід, дитинство Мати, батько, баба И все інше, весь наш народ Я хочу сказать, что жизнь прекрасна Не дивлячись на все Не дивлячись на наши сьогоднішние подии Я стараюсь гармонизовать Навколо себе природу И отношения между людьми Народный живописный стиль Художественный паспорт нации Он как язык Принадлежит только ей Академическая классика При всех ее национальных особенностях Космополитично Возможно, этой разницей и объясняется Интерес зарубежных коллекционеров К работам Зои Пасечной Они представляют Украину по всему миру От Польши до Соединенных Штатов Канады и совсем уж далекой Японии К открытию выстав художница начала коллективную работу Семиметровый одесский рушник Вышить свою часть узора на полотне Могут все, кто умеет держать иголку в руках Александр Виноградов, Евгений Войтенко, телекомпания Круг Это все новости на сегодня Далее информация синоптиков о погоде Я напоминаю, что новости телекомпании Круг Всегда доступны онлайн по адресу Круг.ком.ua Если вы стали свидетелями резонансных событий Информируйте наших журналистов Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию По номеру телефона 34 00 76 Всего вам самого лучшего Только хороших новостей Берегите себя и своих близких Увидимся По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 23 марта в Одессе ожидается Облачная погода с прояснениями Ночью и днем небольшой дождь Ветер юго-восточный 3-4 метра в секунду Температура воздуха ночью 3-5 Тепла днем 8-10 градусов тепла Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok